Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из третьего сезона цикла об истории средних веков. Напомню, что в этом сезоне мы говорим об истории Англии, даже уже об истории Британии и мы рассмотрели уже всю череду событий от начала англо-саксонского покорения Британии и до нормандского завоевания и теперь будет ряд выпусков, посвященных историческому контексту той эпохи. Я хочу напомнить, что у меня есть сообщество на сайте Patreon. Те, кто хочет и имеет возможность поддержать мою работу, пожалуйста, подписывайтесь на ежемесячное пожертвование довольно символических сумм. Это можно сделать на сайте patreon.com, касая V-A-L подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V. Ну а также подписывайтесь на мой канал в YouTube, он называется по моему имени Вал Хохлов. В этот раз давайте поговорим об истории церкви в, скажем так, в VI-VIII веках. Значит, на момент переселения в Британию англо-саксы были язычниками и в отличие от некоторых других варваров, о которых мы говорили, но тех же франков, которые поколили землю бывшей западной Римской империи, значит, англо-саксы не так быстро христианизировались. Значит, ну в Британии, конечно же, была христианская церковь до того, как имени покинули остров, но мы сейчас говорим об англах и саксах в основном. Значит, в качестве языческого наследия вот эти германские племена оставили нам в память название Дни и Недели в честь языческих богов. Например, вот вторник по-английски Tuesday – это день бога войны Тива, то есть это Thief's Day. А среда – это Wednesday, но те, кто знают, как это пишется, через Ди оно пишется, да, то есть как бы Wednesday – это в честь бога Одина или же Водена, то есть Wodens' Day, отсюда Wednesday. Значит, четверг – это день бога Тора, но в языках англо-саксов это Тунора, Тунорс' Day, Тунорс' Day, то есть Tuesday. Пятница – это день богини Фригги, ну, Фриггдэй или же Фрайдэй. Ну, вы, должно быть, заметили, что есть параллели также с богами римского пантеона, потому что бог войны Марс во многих романских языках – Марди, да, это вторник. А бог торговли – Меркурий, Меркреди – среда, да, четверг – Юпитер, Жиди в честь Юпитера, да, это, ну, параллель с Тором какая-то. А богиня, ну, я не знаю, можно ли провести параллель между Фриггой и Венерой, но все-таки, да, вот эти вот четыре божества римского пантеона дали название аналогичным дням недели. И, кстати говоря, оставшиеся дни недели тоже имеют небесное происхождение, понедельник – Мандея в честь Луны, Мун, Суббота в честь Сатурна, Сеттердек, Сеттердек, наверное, вот это так будет, и воскресенье – это день Солнца, Саннадек или Суннадек, не знаю, как это правильно читается по-древней английски. Ну, вот это языческое наследие. А что касается христианизации Британии, то в конце VI века, вот как только, ну, наметилось такое переселение англосаксов на территорию острова, то Папа Григорий Великий озаботился их крещением, но, скорее всего, конечно, его заботило решение сферы своего влияния, потому что вот мы в первом сезоне, когда говорили об истории церкви в раннем Средневековье, то упомянули, что у Папы было мало влияния за пределами Рима, а Гальская церковь, Испанская церковь были абсолютно от него независимыми, ну, формально, а может быть, какое-то лидерство признавали. Да и в итальянской церкви, там архиепископ Милана был тоже очень влиятельным и был всегда независимым. Так что вот Папа, наверное, хотел расширить свое влияние за счет новых церквей, которые были бы подчинены ему, и вот в Англии это была первая проба Рима создать церковь, подчиненную Риму. Значит, впоследствии этот опыт был повторен в Германии. Значит, Григорий Великий в 596 году направляет в Бертанию миссию под руководством Августина, который до того был приором монастыря святого Ангвея в Риме. Бета Достопочтенный пишет, что миссия отправилась из Рима в 14-м году правления императора Маврикия. Насколько я помню, это был последний император в Константинополе, при котором официальным языком там оставалась латынь. То есть уже там в начале следующего века, то есть 7-го века, Ираклий изменит очень сильно Лизантийскую империю, идет греческий язык в качестве официального. Но то был еще конец, самый конец 6-го века. И, судя по всему, это с августа 595 по август 596 года произошло, скорее всего, ближе к последней дате. До нас дошли сопроводительные письма Папы Григория. Тогдашним королям Франков, Теодебрту II и Теодорику II, их бабушке, королеве Брунгильде, вот той знаменитой королеве, которая фактически правила французскими королевствами, потому что внуки были малолетними. И письма эти датированы 23 июля 596 года. Значит, миссия Августина была направлена в Кент. Это, в общем-то, не случайно. Король Кента Этельберт, самый мощный на то время правитель на юге Британии, третий брат Вальда. Он был женат на Берте, дочери короля Франков в Париже Харри Берта. Ну, Харри Берт – это внук Хлодвига. К тому времени он давно уже был мертв. Ну, соответственно, потому что правили, естественно, уже совершенно другие короли, потомки у брата Сиди Берта. Ну, это для нас сейчас не важно. Важно то, что Берта, как дочь Харри Берта, разумеется, была христианкой. И через нее папа-то и рассчитывал действовать. Поначалу сам король Этельберт не сильно тепло принял Августина, даже встретился с ним под открытым небом. Почему? Потому что опасался, что в помещении применят какую-то магию и его там околадуют. Но король позволил миссии остаться в Кентербере. Там уже была христианская церковь Святого Мартина. Вот как раз королева Берта была ее прихожанкой. Значит, Августины и его спутники вели спокойную, скромную жизнь, постепенно завоевывая авторитет. Видимо, королева этому способствовала. И вот не позднее 601 года король Этельберт принял христианство. Некоторые датируют его хрещение Рождеством 597 года. Потому как в июне следующего, 598 года, папа Григорий уже хвастался в письме патриарху Александрии, что в Британии крещено 10 тысяч язычников. Ну, правда, там не сказано о короле. Но в любом случае, миссия Августина построила церковную организацию в центре в Кентербере. Это стало основой для новой церкви Англии. Августин, вероятно, имел довольно большие амбиции. Ну, и консультировался с папой Григорием о расширении своего влияния. Папа запретил Августину в одиночку посвящать клириков в епископы. Для этого требовалось привлекать епископов из Галлии на первых порах. И также ясно указал Августину, что его юрисдикция не распространяется на Галлию. Главой церкви Галлии на тот момент был епископ Арля. Однако, в письме папы указано, что Августину подчинены существующие епископы Британии. Из этого можно заключить, что там существовала христианская церковь. Но это логично, что она была еще в римские времена. И она сохранилась. И у нее были какие-то свои епископы. Вот этих епископов папа подчинил Августину. Но тут следует учесть, что эта церковь, она не была как бы римско-католическая, как бы вы сказали. Вот условно назовем эту церковь ирландской. Это не совсем точный термин, но вот просто для цели развлечения церкви, которую строил Августин, и церкви, которая существовала до него. Вот последнюю назовем ирландской, а первую назовем английской. Значит, вот ирландская церковь существенно отличалась от католической организационно. И она опиралась не столько на общины в крупных городах и стоящих в их главе епископов, сколько на монастыри и их настоятели. Вот это вот такая фишка ирландской церкви. Не только в Англии, но и в Ирландии, естественно. Кроме того, в ирландской церкви по-другому рассчитывали дату Пасхи, поскольку вычисляли ее независимо от Рима. И вот после переселения англосаксов ирландская церковь не стала пытаться обратить их в христианство, а она базировалась в королевствах бриттов. И она также расширялась на север и запад, то есть в Шотландию и в Ирландию. И, кстати говоря, в Ирландии она достигла наибольшего рассвета, но она туда перебралась из Англии. То есть первоначально это христианская церковь, которая была еще с римских времен в Британии, ну в нынешней Англии. Августин вроде бы пытался наладить контакт с ирландской церковью, но безуспешно. Вот есть версия о том, что на второй встрече он обидел ее епископов тем, что не встал, когда они вошли. Но Стэнтон считает, что изоляция ирландской церкви иная ее организация, разница в вопросе расчета дня Пасхи, могли сыграть гораздо более важную роль, чем вот эти нюансы этикета. Организовать новую церковь в Англии Агустину удалось, тем не менее, вполне успешно. Было решено организовать две главные епископские кафедры в Лондоне, куда предполагалось переехать епископу из Кентербери и в Йорке. И вот там должны были возникнуть архиепископские кафедры. У каждой должно было быть по 12 епископов-суфраган, то есть подчиненных им епископам. Сам Агустин имел власти над югом и над севером, но после смерти полагалось, что два архиепископа в Лондоне и в Йорке должны стать независимыми уже друг от друга. Но планы эти реализовались не вполне. На юге к 737 году действительно было организовано 12 диоцессов, как и предполагалось, но архиепископы так в Лондон и не перебрались. Они остались в Кентерберре и по сей день. На севере постоянную кафедру архиепископа удалось организовать лишь после 735 года, но у нее было не 12, а всего 3 или 4 епископов-суфрагана. Сам же основатель английской церкви Агустин умер 26 мая, правда неизвестно в каком именно году, но между 604 и 609. После смерти короля Этильберта в 616 году новая церковь особо не развивалась. Дело в том, что в Эссексе вообще произошел регресс, там короли были язычниками. В Восточной Англии, хотя король Редвальд крестился, но его народ нет. И в итоге следующим большим событием стало крещение короля Нортумбрии, Эдвина, на Пасху 627 года. Этот король был женат на дочери Этильберта Кенского и не случайно епископом Йорка стал Паулин, помощник Августина в деле создания английской церкви. Паулин довольно активно развил деятельность по христианизации северных земель Англии, но его деятельность прекратилась в 632 году, когда Эдвин погиб в войне против Кадвалона, короля бриттов в Уэльсе, и Пенды, будущего короля Мерсии. И Паулин тогда вернулся на юг. После гибели Эдвина к властью на севере Англии пришел Освальд, который до того пребывал в изгнании в землях бриттов. Мы об этом говорили в предыдущих выпусках цикла. Значит, Освальд в тех землях принял крещение, но от ирландской церкви. И вот когда он занял престол, то прикусил ее к лирикам в Нортумбрию. Значит, с острова Иона, наиболее важного на тот момент центра ирландской церкви, прибыла группа под руководством Айдана, который стал епископом в Линдисфарне. Вот там была кафедра на тот момент, главная кафедра севера. Айдан разительно отличался от епископа в католической церкви. Он был мистик, аскет, довольно равнодушный к роскоши, к политическому влиянию, которое давал его пост. Он был монахом, что в то время было довольно нетипично для епископата. И после его смерти в Нортумбрии епископами были другие выходцы с острова Иона. Финнан до 660 года, затем Колман. Король Освю, который правил в то время уже в Нортумбрии. И также оказывал решающее влияние на все англосаксовские королевства. Он был назван Бетвальдой. Вот осенью 663 года он созывает церковный собор в Уитби. Его еще некоторые датируют 664 годом. Возможно из-за того, что Бета начинал год с сентября. А собор был создан осенью. На этот собор прибыли представители как римской католической, ну то есть английской нашей терминологии, так и ирландской церкви. По вопросу определения даты Пасхи, в котором обе партии не нашли согласия, король поддержал римскую церковь. И ключевым аргументом был авторитет престола святого Петра. В результате ведущий деятель противоположной, то есть ирландской партии, епископ Колман, был вынужден оставить кафедру в Линдисфарме и удалиться в Ирландию. Но не следует думать, что ирландская партия была разгромлена. Скорее те из ее числа, кто был готов идти на компромисс с римской партией, удержали свои позиции и включились в состав Единой Английской Церкви. Вскоре после собора в Уитбе главная кафедра Нортумбрии вновь вернулась в Йорк. Но после Паулина там не было епископа. И вот на эту кафедру был поставлен Киадда, или же Ча. Брат его, Кент, был епископом восточной Англии. И вот на соборе в Уитбе был близок к ирландской партии. То есть видим, что эта партия сохранила влияние. И примерно во время собора в Уитбе осенью 663 года умер архиепископ Контрберийский. В то время Рим, сам город Рим, был под властью византийского императора. И папа Виталин был вынужден прислушиваться к политике Константинополя. В 668 году он отправил в Англию довольно немолодого уже 66-летнего грека Теодора, уроженца Тарсуса в Телитии. Это юго-восток нынешней Турции. Мы об этом говорили, когда говорили о крестовых походах, как нас этот город регулировал. Значит, вот Теодора папа посвятил в Риме в рамках архиепископа. Этот Теодор проявил выдающуюся активность и в течение года провел большие организационные перестановки. Упорядочил управление английской церковью. Он убрал с важной кафедры в Йорке Кеанту, но в качестве утешительного птиза сделал его епископом Личфелда. Напомню, это главная кафедра в Мерсии была епископская. Значит, в 672 году Теодор провел собор в Хертфорде, где наказал за симонию влиятельного епископа Уайна. Он был епископом Винчестера. Но поссорился с королем Уэссекса, покинул эту кафедру, купил епископство в Лондоне, который тогда входил в состав королевства Мерсии. Также собор отрегулировал еще целый ряд норм церковного права, усилил дисциплину в монастырях и тому подобное. Но вот главным итогом собора в Хертфорде стала централизация управления английской церковью, которая стала единой структурой в разделенном на несколько королевств англосаксонском мире. В 672 году в английской церкви было 7 диоцезов. Это Кентербери, Рочестер, Лондон, Данвич, Винчестер, Ичфилл и Йорк. Теодор, которому собор дал полномочия, создал еще целый ряд диоцезов, доведя их числа до 12, а позднее, возможно, были и больше их. Его политика разделения больших диоцезов, в частности, привела к длительному конфликту с епископом Йорка Уилфридом, который разбирался аж в Риме. И вот деятельная жизнь архиепископа Теодора завершилась 19 сентября 690 года. Ему на тот момент было 88 лет. Его вклад в развитие английской церкви сопоставил со вкладом ее создателя Августина. Кроме вопросов организации церковного права, он ввел ряд заимствований из римского и греческого права в светской сфере. Вот с тех пор в Англии стали распространены документы, которые называются хартия. Например, в случае дарения или пожалования чего-то. Хотя конфликт между Уилфридом и Теодором не привел к запланированному еще Августинам выделению Йорка в самостоятельную архиепископ Диоцез. Да и после Теодора Уилфрид не преуспел в этом. Но Йорк приобрел самостоятельность при его преемниках. В 735 году вот как раз епископу Экберту был пожалован архиепископский Палли. Сделано это было в первую очередь, чтобы развивать английскую церковь в Нортумбрии, где диоцезов было мало. Но упадок королевства Нортумбрия не способствовал развитию церкви. Стентом даже считает, что вот и эту цель не достигли. И единство английской церкви, которая была ранее, подорвали, введя в Йорке независимый от Кентерберри центр. И даже законсервировали разделение общества с севера и юга на несколько столетий. То есть он критически оценивает создание независимой епископии в Йорке. Давайте еще пару слов скажем о церковной организации того времени. Церкви делились на три ранга. Вот высшим, высшим таким был главный минстер, резиденция епископа. То есть в нашей терминологии кафедральный собор. Кстати говоря, и в наше время слово минстер используется в этом смысле в Йорке. Вот собор называется минстер. Происходит аноксидиориат из скаженного латинского монастериум. Были также еще обычные минстеры. Это средние церкви, заложенные королями или епископами. Часто рядом с ними были кладбища. Они были центром определенной церковной общины. И наконец самыми маленькими были полевые церкви, которые строились на новых распаханных землях и действовали в интересах локальной сельской общины. Но в конце 8 века еще были случаи, когда у общины вовсе не было церкви и службы служили в полях. Многие вот из этих меньших церквей, которые строились на средства местной знати, попадали под влияние светских людей, которые даже могли влиять на назначение приходских священников. Впрочем, это было и на континенте. Вспомним практику светских аббатов и капелланов. Но в любом случае приходские священники сильно зависели экономически либо от патрона этой церкви, либо от местной общины, которая обеспечивала их материально. И вот с 7 века начинают проявляться два источника роста благосостояния церкви. Это добровольные пожертвования. И зачастую часть имущества в завещании определяли люди. И определенный налог, который должны были платить свободные землевладельцы в пользу приходской церкви. Вот этот налог не следует путать с десятиной, которая будет называться позднее «тайт». Значит, о ней говорилось еще со времен архиепископа Теодора. И изначально она рассматривалась как добровольное пожертвование сознательных христиан. Лишь 3 века спустя десятина превратилась в обязательный налог и вытеснила тот налог, о котором я говорил ранее. Значит, Эдгар, вероятно, был первым королем, который внес десятину в кодекс законов. Хотя, возможно, это было сделано в правлении Этельреда недостойного. Параллельно с церковными общинами шло развитие монастырей. Изначально, когда они основывались богатыми светскими людьми, то те определяли правила существования монастырской общины. Епископ Уилфрид Йоркский, о котором говорилось уже ранее, был горячим сторонником устава святого Бенедикта. И многое способствовало тому, что в Англии с начала 8 века многие монастыри перешли на этот устав. В ранний период существовали смешанные монастыри, где жили в одной общине, хотя и растельные, естественно, но в одной общине мужчины и женщины. Но эта практика прекратилась где-то в период нашествия викингов. Еще одна особенность ранних английских монастырей, это иногда они были семейными. То есть одна большая семья создавала якобы монастырскую общину, чтобы получить освобождение от налогов и повинностей, которые давалось монастырям. Для 8 века также было характерно и то, что монастыри, даже которые не были основаны светскими магнатами, переходили под их покровительство. Это была сопоставима как раз с практикой светских аббатов на континенте, которую мы видели, особенно она развивалась в период Каролинкской империи 9 века. Но все-таки в Англии большая часть монастырей в 8 веке находилась в подчинении епископов, соответствующего геоцеза. Вот из сказанного выше следует, что к середине 8 века английская церковь достаточно уже развилась, да и определенная стабильность того периода, это был период гегемонии Мерсии, о котором мы говорили, но способствовала достаточно благополучному развитию. И мы видим, как даже из Англии начинается миссионерская экспансия на континент. Еще зимой 677 года Уилл Петверкский посещал земли фризов, проповедовал там, затем выходец из его монастыря Виллеброд. Виллеброд более 40 лет возглавлял миссионерскую деятельность в Фризии. Он тесно сотрудничал с майордомом Пипином Герестальстук и затем с его сыном Карлом Мартеллом в контролируемой франками части Фризии. Вот в Утрехте там была образована кафедра и Виллеброд стал первым епископом Утрехта. Следующим, даже более знаменитым миссионером стал святой Бонифаций, настоящее имя которого Винфрид. Он происходил из Уэссекса. Мы уже говорили в выпуске номер 8 первого сезона, что в середине 8 века Бонифаций стал главным советником сына Карла Мартелла, майордома Карломана в деле реформирования церкви в королевстве франков. Затем он стал папским легатом в Германии. Он основал немецкую церковь и стал первым архиепископом Майнца. А его преемник на посту архиепископа тоже был родом из Уэссекса. И вот на протяжении 8 века роль выходцев из Англии в развитии церкви на континенте была велика. Не стоит также забывать и о вкладе Алкуина, который происходил с севера Англии в Каролинское возрождение. Об этом мы подробно говорили в выпуске номер 10 первого сезона. Ну вот на этом мы делаем паузу. Мы дошли в истории Английской церкви фактически до конца 8 века. Даже дальше можно было затронуть, но следующий этап это эпоха нашествия викингов. И она будет кардинально отличаться. Поэтому ее мы оставим на следующий раз. Так что следующий раз это история церкви уже в 9-11 веке. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Присоединяйтесь к моему сообществу на патреоне. patreon.com касая b-a-l подчеркивание k-h-o k-h-l-o-v Ну и увидимся в следующий раз. До свидания. Присоединяйтесь к моему сообществу.